В оккупированном Крыму в Бахчисарайском районе была замечена колонна, которая перевозила древние пушки МТ-1260-х годов. А на минуточку, Бахчисарай находится недалеко от Севастополя. В какую именно сторону везли сказать сложно, но скорее всего в сторону фронта. В кадре можно увидеть отметку 254-й километр. Перевозили их не буксируемым методом, а в кузовах и на тралах. Это потому, что для них предусмотрен буксируемый тягач МТ-ЛБ, а это гусеничная техника. Оккупанты везут советские 100-мм противотанковые пушки, которые в обычных случаях можно встретить только где-нибудь в музеях или же на памятниках. Однако из-за нехватки танков и других орудий, оккупанты приступили к использованию вот таких пушек. Особенность МТ-12 состоит в том, что с них преимущественно стреляют прямой наводкой. То есть цель должна быть в поле зрения, что достаточно опасно для расчета. Также можно попытаться оценить состояние данных орудий по их внешнему виду. И первое, что бросается в глаза, это старая советская краска, которая уже изрядно выгорела на солнце. А это значит, пушки долгое время стояли где-то на задворках воинских частей и не использовались. Вполне возможно, что в какое-то оживленное состояние их привели, может быть смазали солидолом, чтобы можно было выполнять наведение. Ну и накачали колеса для транспортировки. Это максимум, что они могли сделать в условиях дефицита запчастей. Еще одной причиной снятия с хранения старых пушек, является массовый износ артиллерийских стволов, которые сейчас испытывают российские орудия. Стволы, просто-напросто разрываются, так как у большинства ресурс уже давно выработан. К примеру, у гаубицы Д-30, ресурс составляет 6000 выстрелов. После этого ствол нужно менять, но у них нету замены. Это все старые советские пушки, и стволов к ним давно никто не делает. А вообще в Крыму уже должны вспоминать украинский язык. Потому что в один прекрасный день крымчане проснутся, а повсюду будут украинские флаги. А вот эти старые пушки особой погоды на фронте не сделают, ведь даже российские танки ежедневно поражаются десятками. Они способны лишь выиграть какое-то время, чтобы собрать лапти и эвакуироваться. Для понимания, вот где находится Бахчисарай. Это южная часть Крыма. То есть тащит оружие со всех закоулков, с которых могут. Еще одна проблема у оккупантов с боеприпасами. Несмотря на то, что у них все равно сохраняется преимущество, советские склады не бездонные. К тому же работают системы Хаймарс, которые помогают сделать так, чтобы они закончились еще быстрее. Слава Украине, победа будет за нами.